Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и... Вреденка 07, 07 Вреденка и Полина Бонд. Мы сегодня встретились, чтобы покушать, поотрещать девчонками. И, в общем, тут два места мы не могли никак определиться, я сейчас вам покажу. Смотрите, на улице, ну просто кайфы. Смотрите, где вы такое видели? И самый кайф, что здесь нет дороги. Это Пушкинская. Катюшка там прыгает на фоне. И смотрите, ну мы в итоге долго думаем о девочке, спорили, думали, гадали. Вот. Очень красивое место. Я прячусь. Ты прячешься? Вот, сейчас мы выберем, смотрите, белое. А я люблю белое, розовое. Мы, кажется, идеально сядем. Хотя Полина думала, надо платье, а нужно тут соответствовать публике. Я говорю, главное, чтобы душа хотела сесть. Все, выбираем место. Они не идут, походу я сама сейчас выберу место. Очень красиво. Все, мы определились с местом. Вот такое выбрали, хорошенькое место. Сидим. Очень красиво. В общем, мы меню посмотрели уже, мы по меню выбирали. Там, в Сиан, в итоге определились, сели сюда. Сейчас называется хлебная лавка, кафе-пекарня. И здесь есть полноценное меню, потому что мы очень голодные, и мы хотим есть. Все. Меню нам в студию. Тут цветочки. Ну, а пока нам несут меню. Мой любимый этот кролик. Что вы делаете? Я вам старую фоткрус. Вы наверняка в инстаграм, да? Здравствуйте. Еда. Смотрите, что здесь. Видите, здесь блины, сэндвичи, здесь творога. Я видела здесь супы и многое другое вкусненькое. Сейчас. Реклама. Ну, а что делать? Мы куда бы ни пошли, уже всю рекламу. Все, что мы снимаем, о чем говорим, всю рекламу. Так что за это нам не платят. Мы местечко выбрали. Скидку сделают, не знаю. Я думаю, что мы очень нравились в духовку и прочее. Да, мне очень понравится. Хотя мы сегодня немножечко одеты, не подобает. Опять ты за свое? Да, я, конечно. У меня зеленый голос вообще, что не пишется, по-моему. Вот уж, а ты что думаешь по этому поводу? Вот, ну а зато здесь такое абсурдное меню здесь. Я думаю, что на нее никто не будет. Все, есть абсолютно из супы и даже жалко. И всем плевать, кто как одет. Абсолютно. Такую жару 35+. Так, мы голодные и злые, давайте поедим. Я не голодная, я очень хочу. Это был тяжелый выбор. А где холодный бургут? В общем, я выбрала. Прошу в соседнее соведение. Чего я выбрала? Я выбрала котлетки, короче, с киноа. Крабовые котлетки, да, я выбрала? Или из креветки? Крабовые, да. И кофе холодный. В общем, принесли мне кофе, девчонки. Это просто обычное латте. Накидали туда жменю, жменю с холодильника. Я просто дома даже так не делаю, понимаешь? Я поэтому и говорю. В общем, ладно. Я помню, что я говорила там про кафе. Кафе, которое у нас в Меге находится. И там сделали то же самое. Но это, похоже, просто люди без фантазии особо. Они не могут преподнести что-то суперкрасиво. Как в Белучи это делают, или в Старбаксе. В общем, я не буду говорить плохо. Значит, это типа норма, да? Потому что кафе здесь уровня, как бы, вроде бы цены нормальные, да? Но я отмечу Белучи, шикарный айс кофе и Старбакс. Вот там берите, не пожалеете. В общем, после того, как я глотнула немного кофе, я захотела арбузного лимонада, да? Девчонки заказали. Короче, я попьюсь сегодня. Что, что-то сказала вредненько. А ты выкладываешь на мат на своём канале? Нет. Ладно. В последнее время я говорю всё как есть, потому что надоело. С матом? Быть. Ну, не с матом, конечно. Ты заменяешь слова? Стараюсь. Можно ещё лимонад? Такой же, да? Понравился? Петишка есть? Лимонад. Все привыкли видеть всё розовое и приятное на ютубе, правильно? Но здесь же она не такая. Да. И надоело уже не то, что строить у себя кого-то, а... Да говори, говори. Говори всё, что в голову приходит, о чём думаешь, что происходит в жизни, да? Люди, снимите розовые очки, жизнь не такая замечательная. Ссылочку на Катюшу я оставлю внизу, очень много интересного. Без цензуры. Без цензуры. Бургер. Да. Поля разлила тут сейчас сок. Блин, так жалко. Лимонад. Встанете, потому что у меня Катюши вас подниму и... Салатик. Салатик. Это у Катюши салатик, да. А, это куриночка. А у меня крабовые котлетки из Кенао. Кенао, да? Кенуа. Ну ты, Поля, натворила. Да вообще нет. Вот такой весь у неё непредсказуемый канал. Ссылку на неё тоже оставлю внизу. А мне спрашивают девочки, на что похоже кино. Только Поля есть в Бургер. Вот. Смотри, как она это делает. Любит салатиками. А я? Кушаю салатиками. Она похожа на пшонку. Уходим, девчонки. Йоу. Солнце. Вкусняшки, влог и что ещё у нас получается? Вопрос-ответ и ещё влог. Всё, девчонок, отвожу на вокзал сейчас и доснимаю для вас видео. А нет, не в этом? Нет. Нет, не в этом. Доснимаю для вас видео и за малышом поеду. Всем пока. Скромняшки. Остановилась на заправочке, потому что у меня уже показывает, что 29 километров осталось мне пропутешествовать. Интересно, насколько я заправляюсь. Сейчас будет полный бакуум. Прям реально. Сейчас скажу. Вот, смотрите. Три. Три тысячи. Ну, если вы хотите знать, насколько хватает мне этого бензина, я не знаю. Всё зависит от того, как я езжу, честно говоря. Я могу даже раз в месяц заправиться, да. Мне кажется, да. А могу два раза в месяц, смотря, как я езжу. Всё, в общем, мои хорошие. Давайте я сейчас доснимаю видео. Быстро конец кусочек остался мне. И бегу к малышу. Вот. Попозже увидимся. Мы приехали домой. Погуляли чуть-чуть. Провели прямой эфир. Погуляли здесь по дому. Провели прямой эфир. Сегодня был интересный эфир. На очень такую щепетильную тему. Меня попросила девочка снять видео. Вот я всё раздумываю, снимать или нет. Тема про прокладки и женские дни. Кстати, скажите, что вы думаете вообще об этой теме, чтобы я сняла, отвечая на вопрос. Там вообще просто, как бы, такое она сказала невероятное. Пью компотик, кстати. Мама мне дала свой компотик. Я его с удовольствием пью. Ну, остаёмся. Оставайтесь со мной. Сына сейчас спит. Я монтирую видео для вас. И завтра уже увидимся. Не знаю, что будем завтра делать. А, есть у меня кое-что надо купить. Мне флешку надо купить. Я флешку посеяла свою где-то, представляете? А потом ещё кое-что надо купить. В общем, есть чем заниматься. Я не успеваю вообще. Всё, и я очень хочу спать на самом деле. Так что сейчас домонтирую видео и буду спать. Завтра увидимся. Пока. Всем доброе утро. Чего сына? Я, кстати, собрала бассейн, убрала. Потому что я уже говорила, да, что там слизь собиралась. Три дня и какая-то слизь. Я, в общем, всё собрала, убрала. Пустой бассейн стоит. А маленькому налила из фикс-прайса маленький бассейн. И, по-моему, замечательно. Вот он здесь плескается, и всё. И воду каждый день меняй. А сама я сижу на вот этом кресле. Вот так. Вот так вот. И здесь у меня водичка с маслом, с бронзатором от Горнье для загара. Я намазалась своим маслом, которое заказывала. Где оно? Вот это. Вот. И брызгаюсь вот так вот ещё сверху. Водичка с маслом. И это круто. Вот так вот. Вообще кайф. По ножкам. Кайф. Сегодня ветер какой-то неимоверный, честно говоря. Ну и хорошо, не так жарко. Основно там вон играются у меня игрушки. Всё, я в комнату дверь закрыла. И вот на кухне занавеску открыла. Вижу всё, что он делает, но он почему-то не выходит сюда. Надоело ему загорать уже. Выходи, Заль. Вот. Сейчас мы позагораем чуть-чуть и поедем. Я уже написала список, просто чтобы не забыть всё, что мне нужно забрать, взять. Мне с Алиэкспресс приходят потихоньку посылки. Пришёл костюм. Какой он крутой. Я вам покажу потом в покупках. Дождусь остальные посылки и потом покажу всё вместе. Но он как раз-таки на весну туда уже ближе, когда чуть похолоднеет. Но он крутой. Я реально буду селена-вселенная. Иду и свечусь просто. Ждите. Мы вышли из дома. Пошли за Фаберлик надо забрать. Что-то я сделала, если непонятно что тут. Так, чтобы волосы убрать с лица. Потому что жара неимоверная. У меня прям волосы мокрые вот здесь. Оделась в старую-старую кофточку. Она мне так нравится. Я не знаю, сколько ей лет уже. Вот здесь она, ну, обычная ткань, да? А сзади она прозрачная. И там череп. Вам, наверное, не видно будет. А ну-ка вот так, может, поставлю? Белья, когда ты уже с мамой камеру держать сможешь? А ну-ка, да вот так вот. Вот. Сзади вот так. Череп, короче. Ну, будет возможность, покажу. Вот. Все, идем за Фаберлик, а потом поедем в ТЦ. А, потом кое-что куплю, потом поедем в ТЦ. В общем, оставайтесь. Я впервые решила Малому взять машинку. Походу ему нравится. Она, кстати, очень удобная. Здесь вот намного больше места помещается, чем у меня в коляске. Вон он. Ему очень нравится. Главное, чтобы мы за руль потом не заплатили тысячу, которую оставили в залог. Вот. Ну, я думаю, часик, потому что жесткое сидение. Вот это вот часик. Покатаемся чуть-чуть. И пойдем. Так. Мне нужно в Леруа, в Ашан и в ДНС. Девочки, я должна с вами сейчас этим поделиться. Что сейчас было, это просто трэш. У меня нервы, мат просто, перемат. И все против меня, понимаете? Я чуть даже не расплакалась. Короче, рассказываю. Захожу в Ашан. Выбираю все, что мне нужно. А я же еще машинку Малом взяла. С машинкой выбираем все, что мне нужно. Хожу. А я этого так делать не люблю. Подхожу на кассу. Все, посчитали, короче-то. Ну, у меня на Алика нету столько. У меня там на Алика тысяча была. А счет 4 с лишним. Все, время расплачивается. Я даю карту и вспоминаю, что я на текущем счете, на своем, ну, потратила все. То есть мне там осталось тоже тысяча-полторы. Мне нужно перевести счеты на счет. Я как бы храню там на одном деньги, а трачу тоже. В общем, своя система. На текущем не храню, денег много. И в последнее время я там подрастратила. И я вспоминаю это в последний момент на кассе и думаю, ой, надо быстро делать перевод. Обычно все это происходит очень быстро. В итоге я пытаюсь перевести. Я поменяла сим-карту вчера. Ну, вроде все работало. Может быть, конечно, с Wi-Fi работало, я не знаю. Вроде все работало. Сейчас у меня мобильная сеть не работает. У меня два телефона. На обоих подключено Сбербанк. Да, это длинная история. Просто вы должны понять всю суть, да? Я захожу на один телефон. У меня там мобильный интернет работает. Открываю Сбербанк. Он заново меня начинает регистрировать. Причем он должен там все уже запомнить. Нет, он начинает меня заново регистрировать. Я регистрируюсь, но только там не приходит смс с паролем, который нужно ввести. Ожидая. На другом телефоне я начинаю... А, не работает интернет. Не работает мобильный интернет. И подключая ни к Веге, ни к Ашану, все, что там свободно можно подключить, ничего не подключается. Я стою на этой кассе уже 10 минут. Продавец начинает нервничать. Говорит, можешь меня позвать, да отменить все. Я говорю, ну зовите. Ну, что делать? Это еще полбеды. Я объясняю, ну, девушка хорошо терпимая пришла. Она говорит, может, там часть как-то это, часть это. Я говорю, нет, я сейчас все оплачу. А у меня в машине я оставила кошелек. Еще с другими картами, других банков. Где есть деньги? Короче, фух. Я говорю, я, в общем, нервничаю, матом ругаюсь. Она такая, давайте складывайте все обратно. Я уже все разложила, все повесила. Я, короче, беру эти пакеты, кладу, кидаю практически с матом. Что за Wi-Fi у вас херня? Какого хера вообще? Ой, вот он. Короче, я злая была. И сына еще нервничает. Он то ли меня зовет, все начинает грызть. Ну, прям нервничает. Короче, я все покидала, побежала. Потом, пока я бегу, у меня в голову приходит идея, что я могу это сделать через банкомат. И возвращаюсь и кричу, сейчас я через банкомат сделаю перевод и вернусь. Я подбегаю от банкомата Сбербанк, где Ашан. И он просто хавает мою карту и не возвращает меня. Там крутится кружочек и не возвращает. Я стою минут 10. Девочки, в этот момент мне хочется плакать. Я думаю, что за херня? Короче, я уже к охраннику, там девчонка подошла, говорю, подойди спроси. Я с ребенком, мне бегать вот это. Ну, она подошла, спросила, говорит, короче, он говорит, что нужно блокировать карту. И только в понедельник там они приедут. Это, короче, бесполезно все. Пока я стояла в растерянности, думаю, это охренеть, все против меня. То есть, какие варианты? Мне нужно сейчас позвонить, да, о какой там номер. В общем, возвращаюсь к этому банкомату и смотрю, он выплюнул мою карту. Типа, заберите карту. Я такая вся трясущимися руками хватаю эту карту. Девушка такая рядом смотрит, я говорю, не суй, я тут такая тонкая, не, не, не буду. В итоге, короче, я бегу в другой банкомат вниз. Там, извините, а банкомат не работает. Я думаю, твою мать! Ну все против меня, ну нет, разве? В общем, я бегу к машине, беру свой кошелек и все, и мчу обратно. А машинку я по дороге вот это вот сдала, забыла залог, она мне кричит, держите залог. Я просто вообще все забыла напрочь. И все, я прибежала и расплатилась, в общем, другой картой. Это трэш. Мне кажется, я сейчас, я сейчас не туда иду вообще, я иду к Икеи, когда мне нужно в Леруа. Мне кажется, если бы я дозвонилась до 611, а я не могла до него дозвониться, чтобы они мне включили мобильный интернет, потому что у меня пишут, что что-то с ним не зарегистрировано, короче, опять какая-то херня. До этого было тоже что-то там, мобильная сеть недоступная или не зарегистрирована, и я поменяла карту новую. И сегодня опять такая херня. Короче, если бы они взяли трубку, они просто не взяли, и им повезло. Потому что весь гнегу, чтобы я выплеснула просто. Что за херня? В этот момент у меня все виноваты, но не я. Хотя потом я понимаю. Я вот для этого всегда, всегда... О, пять минут уже говорю. Пять минут моего. Разделите со мной, это горе. В общем, я всегда, всегда так вот обращаюсь с деньгами, и все условия создаю такие, чтобы предвидеть все эти вещи. Ну, видите, в этот раз жара, жара дает о себе знать, и я не подумала о том, чтобы на счету у меня лежало нужное количество денег. Это нужно было сделать заранее, еще дома. И, конечно, кроме меня никто не виноват в этой ситуации. И я бы хотела отметить терпимых работников в Ассайне. Спасибо им. Они так на меня смотрели вообще спокойно. То есть я не видела, что я какая-то больная или еще что-то. Они так понимающе ко мне отнеслись, что я иногда такая думаю, правда, что-то я слишком кому нервничаю. Ну, все закончилось хорошо, я с пакетами. Все, сейчас в Леруа, в ДНС и домой. Зашла в свой любимый кофе-фи внизу просто. У меня сумка, моя коляска похожа на домик улитки. Это просто смех. Вот. Кстати, здесь начали делать холодное молоко. Сейчас попробуем сделать мне капучино со сливками, с топпингом, с шоколадом. Сказали, очень вкусно. Ну, вот уже как-то интересно подаю. Хотя до этого не делали. Я им даже предлагала. Говорят, давайте холодное кофе, лето же. Вот. И что удели возьму Вишневой. И сына пока мы ее переодену сейчас. Я так устала, у меня гудят ноги. Блин, в каждом влоге я устала. Ну, я реально устала, блин. Как ей говорить, что я не устала, если я устала? Я вот так на него ложу? А? Нет. Не надо. Мне нравится. И Крудень, ты моя подушка. А? Да. Ты моя подушка. А, давай подушку. Мне нравится. Ну, вот смотрите, как подали нам кофе. Ну, я уже отгрызла, конечно, и все перемешала. Но там был топпинг и сливки. И вот почти, как я готовлю дома. Очень вкусно. Эль да не чувствуется. Я уже в шоколаде. Эль да не чувствуется, но он холодный и приятный, мягкий. Только с нормальным кофе еще. Арабика мягкая, как я люблю. Короче, мы наслаждаемся. А сына ест. Я, кстати, сначала хотела сесть в другое место. Синабон, по-моему, называется. Мне очень нравится у них десерт. Но там как-то все-таки они находятся среди многих кофешек. И там как-то суетно. Мне прям захотелось сюда спуститься, потому что здесь всегда тихо, спокойно. И прям отдыхаешь. Люблю это местечко. Оно такое уютное. А сына все ест. Чем больше ребенок начинает быть самостоятельным, тем на самом деле проще маме. Что такое? Дует. Прям дует холодный воздух. Кофей-коне допила, взяла с собой, потому что там много. Прям наслаждаюсь, честно. Я очень рада, что они вкусно делают холодный кофе, потому что я бы расстроилась. Вот. Что я хотела сказать? А, я, кстати, никогда не видела, чтобы девушки с колясками вот так вот улитками ходили. Это чисто моя фишка, что ли, не поймут. Вот я все время пойду, наберу, все реально накидаю, мне надо все сразу, блин. И вот очень часто я оказываюсь вот такой улиткой. И эта коляска просто такая тяжелая. И сын еще долго не сидит в коляске, потом начинает проситься на руки. И, получается, я коляску тут тащу домик. И его на руку. Ну все, домой, домой. Ну все, домой, домой. Мы пришли домой. Сын утомился, как всегда. Он уснул еще в машине. Хотела его искупать, но даже не стала будить. Он так сладко спал, что даже его вытащила с машины. Потом что-то забыла, с ним вернулась. Раздела его, положила. Он даже и глазом не шевельнул, чтобы проснуться. Хотела его будить. Ну ладно, пусть спит. Завтра утром искупаю. Фух, столько всего накупила. И вымоталась так. Вот эта стрессовая ситуация сегодня, конечно, для меня была. Купила флешку, которую потеряла. Купила полку в Леруа Мерлин. Потому что у меня столько уходовых средств в ванне стоит. Я думаю, что можно вам уже снять даже видео отдельно. Надо сделать эту полку. Все там красиво сделать. Если я там буду снимать, показывать, то нужно все подготовить для этого видео. В общем, наверное, я буду прощаться на сегодня. Потому что пора отдыхать. Также монтировать видео. Я монтирую видео каждый день. Я выкладываю видео каждый день. Если вдруг я не выложила какое-то видео в один день. Меня часто спрашивают. Каждый день по несколько сообщений приходят, когда будет видео. Во сколько видео. Хотя у меня видео каждое утро выходит. Почему-то все равно спрашивают, когда новое видео. Но два раза в день я не буду выкладывать видео. Один раз это максимально. Я не хочу, чтобы одно другому видео мешало. Понимаете? То есть на день одно видео. Хорошо. А если вдруг я не успеваю его сделать, это значит интернет. Или вот такой самотошный день, как сегодня. У меня просто видео там подготовлено. Его нужно еще чуть-чуть подредактировать и все. Завтра у нас выходные. Не знаю, что буду делать. Может быть, девчонки придут в гости. Хотя какие девчонки? Кристинка на море. Клинок, может быть, в гости придет. Может, мы погулять куда-нибудь пойдем. Да, кстати, может, мы пойдем покушаем. Кое-куда меня пригласили. Интересное место. Новое открылось у нас в Ростове. Можем сходить посмотреть. Я, конечно же, вас везде возьму с собой. Поэтому на сегодня я прощаюсь. Лак. Уже вот у меня пальчик ободрался один. Остальные вроде нормальные. А, нет, не нормальные. В общем, да, повдирались. Пора их стереть. И я там новый лак заказала в Фаберлик. Потом буду показывать в обзоре. Хочу им накрасить. Посмотреть, сколько он будет держаться. Ладно, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Люблю вас. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok hi-щium.